Итак, мы с вами продолжаем разбираться с пайпами или по-другому неименованными или анонимными каналами. Я в прошлый раз начал про это говорить и сказал, что пайп — это потоковый, однонаправленный, синхронный канал передачи данных. Потоковый — это означает, что данные в канале передаются потоком байт. Синхронный означает, что мы можем синхронизироваться на операциях чтения и записи. То есть операция по умолчанию, операция записи в него синхронная, и операция чтения из пайпа тоже синхронная. И однонаправленный означает, что данные в пайпе передаются в направлении от записывающего файлового дескриптора к считывающему файловому дескриптору. В ядре у нас данные, передаваемые через пайп, хранятся в оперативной памяти, физической оперативной памяти. На диск никогда не попадают, и буфер данных имеет ограниченный размер. Минимальное требование на этот буфер — это 4 килобайта, то, что требует POSIX от буфера пайпа. Ну, а, например, в Linux размер буфера пайпа равен 64 килобайта. Вот давайте посмотрим, сейчас попробуем написать несколько примеров и понять, как у нас работает чтение и запись при работе с каналом. Во-первых, давайте попробуем понять, как мы можем определить реальный размер буфера пайпа, который у нас находится в реоперационной системе. То есть, как мы можем его понять. Далее напишем программу, которая просто будет записывать по одному байту в открытый канал. Как это может выглядеть? Я создаю канал. Открываю новый файл. Итак, я создаю канал. И буду в него записывать по одному байту. То есть, вот вайл 1, чарт c, неважно даже что, например, так, write fd первое, c, sides of c, и плюс-плюс z, printf на czu, z. То есть, каждый раз, когда я добавляю очередной байт в пайп, я буду увеличивать размер записанных данных. Так, инклуды, как обычно. Стадио h. Запускаем. И вот мы видим, что запись в пайп была успешна до момента, пока мы не записали как раз 64 килобайта. После 64 килобайта наша программа подвисла. Если мы сейчас посмотрим, в каком месте мы находимся, давайте я сделаю так, я с отладочной информацией вот компилирую, запущу и подключусь отладчиком к моему запущенному процессу. И вот у меня программа сейчас находится в системном вызове write, соответственно, вот здесь вот. То есть, когда буфер заполнился полностью, получается, что у меня системный вызов write заблокировал программу. Как раз мы это обсуждали, программа блокируется, процесс исполняющийся переходит в состояние sleeping, s-состояние, мы это можем увидеть. По как раз списку процессов, вот в состоянии sleeping. И где он заблокировался? Ну, давайте попробуем у нас PID 22559. А, у меня нет информации у нас. Где заблокировался, непонятно. Нам сейчас ядро почему-то этой информации не дают. Write заблокировался. Никто из пайпа не читает, поэтому, как только буфер пайпа до конца заполнился, все 64 килобайта в него были записаны write, дальше пресс-невая работа. Условия возобновления записи в канал – это либо освободится место, либо закроется дескриптор, точнее, все дескрипторы, с помощью которых мы могли бы считать данные из канала. Что будет, если мы пытаемся записать в канал, у которого нет открытых файловых дескрипторов для чтения? Ну, например, вот мы возьмем этот тот же самый пример. И здесь вот мы не закрывали файловый дескриптор стороны чтения, а в новом примере давайте мы его закроем. И посмотрим, допустим, где я здесь напишу int r, write, значит, если r меньше нуля, то напечатаю сообщение об ошибке. Проверим, что у нас здесь будет происходить, если записывать некуда. В общем, ничего даже мы не увидели. Никакого вывода, ничего на стандартный поток вывода выведено не было. Если мы посмотрим код завершения, код завершения в нашем случае оказывается каким-то странным. Он оказывается равным 141. Что такое 141 в этом случае? Это означает, что наша программа, наш процесс завершился из-за получения сигнала. А номер сигнала мы можем определить, если вот из кода завершения, который нам печатает баш в нашем случае, вычтем значение 128. То есть 141 минус 128 будет 13. Список всех наших сигналов мы можем получить в минус L. И 13 означает сигнал сигпайпа. Про сигналы будем чуть позже, естественно, обсуждать. В любом случае, вот код завершения 141 означает, что операционная система, ядра операционной системы принудительно завершила нашу программу по сигналу сигпайпа, по сигналу номер 13 сигпайпа. То есть, другими словами, если я пытаюсь записывать в файлодескриптор пайпа на считывающей стороне, которого нет открытых файловых дескрипторов, то по умолчанию мой процесс получает сигнал сигпайп, и по умолчанию при стандартных настройках обработки сигнала это приводит к завершению работы процесса. То есть, вот эта вот программа по умолчанию, она, получается, просто вывалится по сигналу при любой случае, если по той или иной причине пайп на чтение будет закрыт. Такое, причем вот такое вот поведение системного вызова write, оно справедливо не только для пайпов, но и для FIFO, то есть для именованных каналов, а также и для сокетов, любых потоковых сокетов, там TCP, Unix сокетов, которые мы тоже там работаем с ними, сокетным API с помощью write. И в большинстве ситуаций такое поведение, оно нам очень неудобно. То есть, получается, что в случае, если у нас возникает какая-то ошибка записи, в большинстве ситуаций мы вообще не можем избежать, возникать таких ошибок, потому что если у нас несколько процессов работают параллельно, то мы никогда не можем гарантировать, что процесс, находящийся на считывающей стороне пайпа, к этому моменту не закроется. Поэтому нам нужно как-то избегать поведения по умолчанию, заключающегося в отправке процесса сигнала с их пайпа. Поэтому большинство, ну точнее у нас, большинство программ, которые работают с пайпами, с FIFO, с сокетами, в начале работы отключают присылку сигнала в случае, если у нас считывающая сторона пайпа отсутствует. Для этого нам нужно написать сейчас некоторую магическую строчку, которую я пока пишу, но они тоже, естественно, будут говорить. нам нужно игнорировать сигнал сигпайп, сигпайп. Вот этот самый сигнал сигпайп, который мы получили бы в случае ошибки запятки. И в этом случае уже сигнал, точнее вот сигнал-то присылаться будет, но он игнорируется, поэтому ничего такого вот неприятного с нашим процессом не произойдет. И в случае, если сигнал сигпайп игнорируется, то мы будем получать более вменяемое сообщение об ошибке. В этом случае у нас системный вызов write завершится с ошибкой. r будет равно минус единице. И код ошибки переменная r у нас будет содержать код ошибки. e-pipe, он, по-моему, называется. Даже здесь нету кода ошибки. Broken pipe. И, в принципе, мы можем специально проверять на вот это вот значение r, что оно равно код ошибки broken pipe, либо просто в случае получения ошибки записи более-менее адекватно ее обрабатывать. И поэтому вот эта вот строка, которая отключает, блокирует, точнее, доставку сигнала в сигпайп в случае ошибки записи в pipe, в FIFO, в сокеты, она очень полезна, и она практически всегда нужна в самом начале нашей программы, чтобы мы случайно не налетали на неожиданное ее завершение. Что еще мы можем получить при записи в код? Давайте я еще скопирую этот пример. Пока что мы с вами рассматривали системные вызовы read и write в обычном, он еще называется блокирующем режиме, когда если по каким-то причинам операция read или write не может быть выполнена немедленно, то процесс переходит в состояние sleeping и находится в нем, пока, собственно, не наступит условие, когда эта операция может быть выполнена. То есть пока не появятся данные, или в случае write, пока не освободится место в буфере записи. С другой стороны, у всех файловых дескрипторов, включая и файловые дескрипторы pipe, есть так называемый неблокирующий режим, в который я при необходимости могу перевести любой файловый дескриптор. Стандартная последовательность для перевода любого файлового дескриптора в неблокирующий режим это два специальных вызова FCNTL. Первый вызов FCNTL, он получает текущие флаги. Давайте я их так вот напишу. FCNTL. Я указываю здесь файловый дескриптор, я, допустим, буду запись переключать, неблокирующий режим. И, так сказать, операция, которую я хочу выполнить с флагом, с файловым дескриптором, это fgetfl, и этот FCNTL мне возвращает, собственно, текущие настройки моего файлового дескриптора. И я их могу изменить. FCNTL, fd1, fcfl, o-non-блок и побитовое или с текущими значениями флагов lf. Вот эта последовательность из двух системных вызовов переключает файловый дескриптор, на самом деле любой файловый дескриптор, не обязательно файловый дескриптор пайпа, неблокирующий режим. Как тогда у меня будет выглядеть запись в канал в случае неблокирующего режима? Давайте эту программу откомпилируем. Так, fcntl, ну давайте там, по-моему, systypes нужно. И fcntl, fcntl. Так, и тут, как видно, я снова получил сикпайп, поэтому давайте-ка мы вернем блокировку сигнала. Сигнул, сикпайп, сикпликн. Так. Вроде все правильно, давайте сейчас проверим. Все, два, два, два. Так, и тут. fcntl, fgetfl. Так, на самом деле... Давайте, да, перестанем закрывать closefd нулевое. Посмотрим, как оно будет работать. Итак, вот, то есть в случае, если у меня fd нулевое закрыт, то мне, в общем, не важно, у меня режим блокирующий, неблокирующий, поскольку, ну, от того, что режим блокирующий или неблокирующий, неважно, файловые дескрипторы чтения от этого не появятся, если они уже закрыты. Но в случае, если файловый дескриптор у меня по-прежнему открыт, то вот в примере с блокирующим ввода-выводом у меня процесс был переведен в состояние слиппинг, когда буфер пайпа был заполнен. Здесь же, при неблокирующем вводе-выводе, когда мой файловый дескриптор был переведен в неблокирующий режим, операция записи, которая не может быть выполнена немедленно, она, вместо того, чтобы перевести процесс в режим сна, в режим ожидания исполнения операции, она мне немедленно завершилась и вернула ошибку E-Again или E, там она по-разному называется, там, вот E-Again или E-Wood-Block. Два кода ошибки, получается, у нее, как раз обозначающие, что сама операция записи не может быть выполнена немедленно, потому что по той или иной причине, ну там, в случае записи, буфер записи будет. Полный, прошу прощения. И здесь я получил код ошибки соответствующей, могу его проверять и некоторым образом модифицировать поведение моего программы. Сам по себе неблокирующий режим, вот, его нужно использовать с осторожностью, поскольку разумное поведение процесса таково, что в случае, если у процесса нет данных для обработки или нет места для записи данных, то есть если операционная система, если ядро операционной системы не готово принять данные от процесса, то процесс должен спать в состоянии слипинга. И в этом смысле все-таки основные операции водовывода должны быть синхронными, потому что в противном случае мы получим те же самые активные ожидания, и процесс будет бессмысленно прожирать процессорное время, там, потреблять электроэнергию, нагревать воздух и так далее. Ну вот, неблокирующий режим, мы, как, сам по себе, таких вот для обычных ридов райтов используется, как правило, не должен. Переключение в неблокирующий режим можно и нужно использовать в сочетании с другими средствами, которые будут переводить процесс в режим сна, в случае, если у нас нет данных для запись, для чтения или нет места для записи. Чуть позже, когда мы с вами посмотрим всякие системные вызовы типа Select и Epo. Кроме того, вот здесь, ну, тогда чуть позже к флагам вернемся. Это операция записи. Следующий момент, который важно понимать, когда мы используем пара чтения и запись, это так называемая атомарность операции чтения или записи. У нас файловый дескриптор и чтение, и записи так или иначе может оказаться у нескольких процессов. То есть после того, как я pipe создал, естественно, что я могу сделать там один или несколько форков, и файловые дескрипторы, и записывающие, и считывающие стороны, они попадут нескольким, возможно, многим процессом. И эти процессы, они могут одновременно и запускать системные вызовы read для чтения из pipe, на самом деле для чтения из любого файлового дескриптора, и системные вызовы write для записи в любой файловый дескриптор. И в этом случае нам очень важно понимать, как будет вести себя запись в файл любой, в частности, в pipe, или чтение из файла любого, в частности, из pipe, в случае, когда несколько процессов одновременно пытаются выполнить операцию чтения или операцию записи. Давайте мы рассмотрим чуть более сложный пример. Когда мы сейчас создадим в родители pipe, запустим несколько параллельных процессов, ну, там, скажем, два для записи в канал, и один для чтения из канала, и будем смотреть, как, вообще говоря, там происходит передача данных между записывающей стороной и считывающей стороной. Давайте не знаю, сейчас, каким-нибудь потребуется. скажем, создаем канал, ну, и порождаем два сына. Пусть это будет сына. Или давайте даже сделать так. Пока, ну, константа. Отдадим в нашу функцию doWriter собственно, серийный номер нашей записывающей стороны и файловый дескриптор, в который нужно записывать. и отец пусть отец будет читать, то есть давайте сделаем так, в буфер какого-то размера, ну, неважно, пусть будет такого размера, и каждый раз, когда он считывает давайте мы сначала добавим вывод того, сколько он считал, а потом еще добавим какую-то логику дополнительную. Так, только давайте я буфер, сделаю буфер размера 64 килобайта, чтобы он там... Ну, тоже давайте мы попробуем разные варианты размера буфера в итоге. А наши сыновья, ну, скажем, пусть мы сделаем так. так... 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 чтобы они записывали данные небольшими порциями. Ну, скажем, там вот 16 байт. Так. Этот буф я заполню 0 плюс сериал. Ну, то есть цифрами 0, 1 и так далее. И сделаю запись, соответственно, по числу итераций. fd, буф и write-size. Итак, тогда что у меня получается? Сыновья будут как-то параллельно записывать в один и тот же файловый дескриптор нашего пайпа, а сын будет из этого всего считывать. Пока я сделаю 10 итераций с размером записи равным 16, и посмотрим, как это все будет принято на стороне родителей. Давайте мы первую версию этой программы сейчас откомплируем. Запустим. Так. Ну, она тут у нас нормально не завершается, поскольку родитель пока бесконечно ждет в системном вызове read. Сыновья тоже вот, ну, они отрабатывают цикл и завершаются. Что мы видим здесь? Так. У нас получается, что сначала отец записал все порции по 16, и на этом завершил работу. Ночнее, прошу прощения, сын номер 0 записал все порции по 16, потом сын номер 1 записал все порции по 16. Ну, и обратите внимание на то, какими порциями выполнялось чтение родителя. Родитель сначала считал 32 байта, потом считал 128 байт из нашего буфера. Буфер имеет размер 64 килобайта. Ну, видно, что он никогда не заполнится. У нас 32, потом 128, потом родитель стал считывать порциями по 16. Это нормальное поведение функции read. Как я говорил, системный вызов read возвращает столько, сколько есть немедленно в буфере пайпа. Если там только ничего нет, только в этом случае системный вызов read блокирует процесс и переводит его в режим ожидания данных. Ну, и обратите внимание, что у нас нет варианта с read, где считывается там 1 байт или там 17 байт. Все размеры системного вызова read, они кратны 16. Так. Этот пример мы сейчас разовьем. И давайте я только добавлю сюда нормальную обработку, завершение работы процесса в сценарии. Как я говорил в прошлый раз, очень важно, чтобы все ненужные файловые дескрипторы сразу же закрывались тогда, когда они более не нужны. Поэтому то, что касается сыновей, мне, в общем-то, вот здесь, в сыне, не нужен файловый дескриптор для чтения, поэтому давайте мы его закроем. Close.rds.ru А в отце не нужен файловый дескриптор для записи. Close.rds.ru И тогда, скомпинируем, запустим, рано или поздно системный вызов read не будет возвращать значение 0, то есть стандартный признак конца файла при чтении из любого файлового дескриптора. Вот. И хорошо еще сюда добавить, чтобы отец дожидался всех сыновей, которые он запустил. 32-128 размеры. Вот здесь вот, при этом запуске у нас сначала отработал сын, потом отработал... Сначала отработал первый сын, потом отработал нулевой сын. Размеры данных записанных и считанных тоже, они как-то вот очень странные. Ну, не странные, но вот и произвольные на самом деле. Вот тут вот еще вот как-то так произошло. То есть считаны порции по 160, потом считаны порции 96, потом как-то еще, ну, там, кривыми порциями считаны. Но опять-таки, в любом случае мы видим, что у нас здесь размер порции кратен 16 байтов. Давайте мы, чтобы... Ну, да, чуть попозже. На самом деле, это как раз нам дает некоторые гарантии, что называется, атомарность чтения и записи. В случае записи, если размер записываемых данных не превосходит вот этой самой магической константы, которая называется pipe-boof, то гарантируется, что запись будет атомарна. То есть тот процесс, который начал запись первым, условно говоря, первым полностью запишет все данные, которые он запланировал для записи. То есть, например, процесс хочет записать 16 байт. 16 байт гарантированно меньше pipe-boof. Размер pipe-boof 4 килобайта стандартный, который нам диктует POSIX. Даже если несколько процессов будут одновременно пытаться выполнить системный вызов write и записать данные, при условии, что если размер данных не превышает pipe-boof, эти системные вызовы write каким-то образом сериализуются. То есть они будут выполняться в какой-то неизвестной заранее, но последовательности. Сначала первый, потом сначала в одного процесса, потом в второго процесса, потом в одного процесса, потом в второго процесса. А то же самое относится к системному вызову read. Если одновременно несколько процессов выполняет системный вызов read и размер буфера меньше, чем pipe-boof, то есть меньше, чем 4 килобайта, то гарантируется, что запись, прошу прощения, чтение тоже будет атомарной. То есть сначала идущая последовательная порция данных уйдет к одному процессу, потом идущая последовательная порция данных к другому процессу и так далее. Давайте мы здесь сделаем следующую вещь. Давайте мы здесь попробуем писать большими порциями. Здесь я специально сделал пока если размер буфера маленький, то понятно, что тут атомарность и атомарность. Давайте сделаем порции, ну скажем, 16 мегабайт. Так, данных стало намного больше. и как теперь у меня... Давайте перенаправлю. Все стало еще намного более запутанно. Смотрите. Поскольку у меня размер считываемой порции данных... А, давайте мы еще сюда увеличим размер считываемого буфера. Допустим, 256 кг. гцц. А мы видим, что в общем-то, несмотря на то, что размер буфера стал больше, чем ринуксовый буфер в ядре, в принципе... Так, мне... read каждый раз успешно считывает 256... Ага, конечно. Кг. байт данных он успешно считывает. И вот тут вот как-то получается, что сначала один процесс записал 16 мегабайт, потом другой процесс записал 16 мегабайт. но на самом деле нам в случае, когда мы записываем большие буферы... Ой. Так. А, ну вот тут у нас как раз произошел какой-то race condition при записи в файл, что два процесса одновременно стали записывать в один и тот же файл, и как-то запись тут у нас перемешалась. Это интересный артефакт. И вот тут вот тоже запись перемешалась. И об этом тоже имеет смысл поговорить. Чуть попозже мы это тоже обсудим. То есть, вообще говоря, POSIX гарантирует атомарные чтения и записи при небольших размерах буфера только в, скажем так, pipe-like объекты. То есть, это будут анонимные каналы, FIFO, и сокеты. Что касается записи в обычные регулярные файлы, там ничего в стандарте про это не сказано. И ни одна реализация операционной системы, там, ни Linux, ни FreeBSD, ни Solaris, ничего конкретного про атомарные записи в регулярные файлы, в общем-то, не говорит. Ну, и мы видим здесь, что вот как-то у нас судя по всему эта атомарность не очень-то и работает. поскольку мы вполне можем рассчитывать, что write и вот этот printf и вот этот printf в конечном итоге превращается в один системный вызов write, ну, как мы видим, что в результате это данные перемешались при записи в регулярный файл. То есть, атомарность для регулярных файлов не очень работает. для пайпов, да, для регулярных файлов не очень работает. А теперь, чтобы понять, вдруг, вот мы сейчас записываем большими порциями данных, откуда мы знаем, может, они при записи в пайп точно так же перемешались, наложились как-то друг на друга. То есть, вот когда два процесса наполняют параллельный write, кто знает, размер записываемых данных больше, чем pybuf, но может и там тоже нет никакой атомарности, и может произошло тоже нечто подобное к тому, что мы видели в файле output. Может, вот что-то такое произошло тоже. Давайте попробуем сделать следующее. Поскольку размер данных здесь огромный, при чтении, наверное, имеет смысл попробовать выводить ну, скажем так, сделать run-lens encoding отсчитывающей последовательности. То есть, я буду выводить количество повторений и, собственно, символ, который повторяется. Что-то такое. Я здесь считал буфер, проверил, что буфер у меня не пуст и брейк. Иначе я давайте пройдусь по этому буферу и выполню RLE-кодирование моих считанных данных. Так, и от 0 до Z и плюс-плюс и если буф и т не равен count, не равен точнее sim, else плюс-плюс count. То есть, count и sim у меня получается текущее состояние вообще моего потока. Поток разбит на порции данных с читовыми буфер, но тем не менее у меня здесь храню общее состояние потока. Если символ тот же самый, то плюс-плюс count. Если символ поменялся, допустим, если у меня count больше нуля, то давайте я об этом, эту информацию напечатаю. printf символ, процент c и процент d count. Символ это будет у меня буфер. Символ точнее. И count. И сбрасываю состояние моего буфера, то есть count равен единице и символ равен буфер. как-то так. И соответственно после цикла еще у меня есть завершающее состояние моего чтения. Еще раз это повторю. Давайте посмотрим, как это все будет работать. Если я нигде не ошибся. Итак, давайте смотрим, как у меня произошло RLE-кодирование моих считываемых данных. И здесь, как видно, картина стала очень интересной. Процесс сын с номером 0 отчитался о том, что он записал все свои 16 мегабайт. Процесс родитель считал собственно 256 килобайт, но из этих 256 килобайт вот столько у меня получилось символов 0 и вот столько получилось символов 1. Так, если я здесь, ну да, нигде не ошибся. Дальше символ 0 1 как-то таким образом чередуется. то есть мы видим, что как только я стал записывать большими порциями, которые у меня не помещаются в буфер пайпа, то у меня и данные стали как-то произвольным образом перемежаться в моем пайпе. То есть атомарность записи больших блоков при записи в пайп даже здесь она не гарантируется. Ну давайте мы уменьшим размер записываемой порции данных. например вернемся к порции 64 килобайта. Посмотрим что у нас будет. Ну тут тут все хорошо, никакие данные не перемешали. Поставим 128 килобайт. Давайте поставим плюс 1. так, тут тоже на самом деле у нас какая-то записываем и считаем четкими порциями данных. но вот здесь когда я уже стал записывать по 256 килобайт тоже у меня потерялась атомарность операции записи. подводя итог семантики записи и чтения из каналов мы видим что вот у нас при записи в канал данных размера больше чем позволяет в себе содержать буфер пайпа в ядре операционной системы мы теряем атомарность операции записи. у нас получается что собственно как-то данные при записи могут перемежаться по-разному группироваться из разных записывающих процессов. Но в целом все-таки если размер данных небольшой то у нас пайп дает хорошие гарантии атомарности и для операции чтения и для операции записи. Следующий момент который давайте с вами рассмотрим пропайты это собственно организация конвейеров. Как мы можем делать конвейеры то есть соединять два или несколько процессов вот такие вот пайплайны у которых стандартный выход одного процесса перенаправляется на стандартный процесс то есть то что в шеле у нас записывается с помощью вертикальной черты. ls перенаправляет pipe в свой sdout в pipe vc перенаправляет sdm из pipe конвейеры могут быть любой длины здесь у нас создается четыре пайпа раз два три четыре то есть каждый раз для пайпа будет создаваться отдельная пара файловых дескрипторов и каждый пайп связывает только два процесса вот этот пайп связывает ls и cat вот этот пайп связывает два ката этот пайп связывает два других ката и этот пайп связывает cat и wc в принципе понятно как мы можем это все реализовывать с помощью системных вызов pipe fork и exec ну и еще и dup давайте попробуем собственно сделать такой пример давайте предположим что команда 1 у меня будет это argv первая команда 2 это argv вторую и я для запуска команд буду использовать ну скажем экзек или пэр то есть самый простой способ который у меня есть в моем распоряжении что мне нужно сделать чтобы соединить два процесса неименованным кадром естественно мне нужно будет этот неименованный канал создать при это сделать родители еще до того как я выполнил форки порождающие моих процессов с нами ну соответственно пусть у меня это будет первый сын первый сын это будет второй сын и родитель должен дождаться их завершения while wait now что я делаю в первом сыне первый сын должен перенаправить сд out это вот который я отдам первому сыну на записывающий файловый дескриптор pipe ну то есть получается что дам 2 fds 1 1 и exec lp command d1 command d1 now exit 1 на всякий случай у второго сына мне нужно перенаправить считывающую сторону tab 2 дс нулевое здесь я перенаправляю стандартный поток обвод и делаю экзек lp 2 2 так вот здесь вот минимальный набор перенаправление есть ну давайте мы посмотрим как это работает или не работает так а да и мы видим что оно повисло не работает и как я уже сказал и мы с вами этот случай уже рассматривали здесь проблема в том что у вот этих вот процессов которые были порождены процессом родителям если мы посмотрим остались лишние файловые дескрипторы связанные с нашим pipe вот у меня есть отец вот у меня есть получается второй сын у второго сына есть нужный ему файловый дескриптор pipe перенаправлен на стандартный поток ввода и не нужные нему оставшиеся от родителя файловые дескрипторы оригинальные которые были получены от системного вызова pipe у отца у него стандартные потоки не перенаправлены но у него остались уже не нужные ему файловые дескрипторы и для чтения и для записи из канала тоже которые у него остались от системного вызова pipe и еще раз здесь нам еще раз повторю что нам очень важно вовремя закрывать все более ненужные файловые дескрипторы ну давайте я собственно что мне здесь нужно будет обязательно закрывать файловый дескриптор чтения первый сын так давайте я сделаю close FDS 0 чтобы не было лишних чтений и close FDS 0 20 то же самое в FDS 0 сейчас FDS 0 прошу прощения Вот здесь вот, пока это оставим, вот здесь вот я закрываю FDS первое, поскольку в пайп писать никто не будет. Вот, мы получили вроде бы правильный результат выполнения программы, программа завершилась, то есть оба процесса, оба сына нормально завершились, ну и родитель дождался объекта своих сыновей. И здесь я закрываю только файловый дескриптор для записи в канал, и не закрываю файловый дескриптор для чтения из канала. Возникает вопрос, а может достаточно закрывать файловый дескриптор только для записи в канал, то есть вот может быть эта программа корректная, и нет большой беды, если у меня вдруг останутся незакрытые файловые дескрипторы для чтения из канала. На самом деле это не так. Если у меня остались незакрытые файловые дескрипторы чтения из канала, точно так же возможна ситуация, когда моя программа будет заблокирована. Единственное, что вот эту ситуацию получить чуть-чуть сложнее, чем ситуация, когда программа блокируется из-за того, что у меня незакрытые файлы дескрипторы записи в канала. Но, тем не менее, это тоже возможно. Что нужно сделать, чтобы подвесить программу, которая забывает закрывать читающие файлы в дескрип. Мы сделаем следующим образом. У нас программа на принимающей стороне пайпа будет завершаться немедленно. Ну, вот нечто подобное. Вот LS, например, true. Вот так вот. По идее, если считывающая программа завершается немедленно, то мы записываем, собственно, пайп из-за... LS все запишет, после этого сам завершится. Но мы можем сделать так, чтобы порт, размер записываемых данных превышал бы вместимость моего буфера ядра. То есть давайте мы ставим такой маленький скриптик. CAD, PRO, ESR, SHARE, DICT, WORDS. WORDS – это список английских слов. Вот, занимает нескольких мегабайтов. То есть файл достаточно большой. Ну и давайте я здесь скриптик укажу. И вот в этой ситуации, ну, для сравнения, правильный пайп отрабатывается мгновенно. Ну, по сути, здесь вот этот процесс один-шелл, там, CAD, который в нем запускается, очень быстро получает сиг-пайп и на этом и завершается. А наша реализация подвисла. По той же самой причине, которую мы уже обсуждали, что системный вызов-райт блокируется из-за того, что есть открытые файловые дескрипторы чтения из канала, и места в канале свободного не осталось. Таким образом, у меня запись, вот этот вот процесс заблокировался на записи, и родитель не может завершиться, поскольку первый процесс сын сам по себе не завершился. Поэтому вот сейчас все здесь получается у нас подвисло. Вот как раз один шелл, он заблокирован, точнее, вот CAD в итоге заблокирован при записи в пайп. Поэтому очень важно закрывать все ненужные файловые дескрипторы, и файловые дескрипторы чтения, и файловые дескрипторы записи. Что мы здесь можем сделать для этого? Здесь нам не нужен FDS на любой. И в родители тоже не нужен FDS на любой. Вот, и это правильная реализация тоже у нас завершилась так, как и должна завершиться. Здесь правильно, ну и здесь тоже правильно. То есть, еще раз повторяю, что при работе с пайпами, с сокетами, с FIFO, да и вообще с файловыми дескрипторами в целом, сразу же закрывайте файловый дескриптор, как только он вам больше не нужен. Вот здесь вот мы используем явные вызовы close для того, чтобы закрыть лишние файловые дескрипторы. В принципе, мы можем чуть-чуть модифицировать наш пример. Если мы будем использовать нестандартный, но тем не менее полезный системный вызов, который называется Pipe2. Вот у нас здесь есть документации. Это Linux-only, пока во всяком случае. Какую дополнительную возможность нам дает системный вызов Pipe2? Мы можем, если используем системный вызов Pipe2, сразу же сюда указать флаг о ClawExec. Таким образом, файловые дескрипторы, которые были созданы самим системным вызовом Pipe2, они закроются автоматически при исполнении системного вызова ExecWay. Поэтому вот это, в общем-то, нам даже становится необязательным. Мы можем close выполнять только в родителей. пайловые дескрипторы, которые были созданы самим для того, чтобы не находиться. Ну, как, Пайловые дескрипторы. Ну, пока. Так. Так, clu.exec – это еще fcntl. Работает? Тоже работает. То есть здесь я за счет того, что использую немного нестандартный вызов pipe2, я здесь сокращаю количество системных вызовов клоус. Файловые дискрипторы pipe у меня будут закрыты автоматически. Но это, как я сказал, чуть-чуть немного такая вот нестандартная пока что вещь. Как видно, что при компиляции мне потребовалось использовать опцию командной строки gnu-source, то есть включить расширение клоус. Что мне нужно делать, если я хочу делать более сложный pipeline? Я не знаю, какие-то ls, cut, 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 как это было, например. Просто получается, что у меня пайпов будет создаваться больше. И для первого и для последнего процесса вот у меня последовательность действий будет такой. А для промежуточных процессов мне нужно перенаправить и SD-out, и SD-in на файловые дискрипторы, которые я получил из соответствующих системных вызов pipe или pipe2. Правильно это делать в цикле, естественно, а не линейной последовательностью. И тогда при аккуратном использовании файловых дискрипторов мне потребуется всего лишь один вспомогательный файл. То есть на каждой итерации у меня будет файловый дискриптор, пришедший из предыдущей итерации, от предыдущего системного вызова pipe. На каждой итерации я порождаю, вызываю пайп очередной, получаю два новых файловых дискриптора, из которых на следующую итерацию цикла тоже перейдет один. То есть при правильной реализации такого же длинного pipe мне потребуется не больше чем три дополнительных файловых дискриптора для организации пайпов между всеми процессами, а не два умноженные на n, где n число как. Вы можете сами подумать, как это правильно реализовать. Давайте рассмотрим еще один пример на пайпы, это ping-pong. Ping-pong – это такая вот модельная задача, которой мы с вами будем еще в дальнейшем много раз возвращаться в разных ее вариантах. Заключается в том, что процесс родителей запускает два или более, в самом простом примере, два процесса сына, и они в простом варианте неограниченно долго, в более сложном варианте до наступления какого-то граничного условия начинают обмениваться простыми сообщениями, например, пересылая целое число 1, 2, первый процесс, первый сын пересылает второму 1, второй отвечает первому 2, первый пересылает второму 1, второй отвечает первому 2 и так далее. Такой вот бесконечный цикл пересылки сообщений друг к другу. Эта модельная задача, она хороша тем, что можно на таком простом примере рассматривать, как функционируют разные средства межпроцессного взаимодействия и как мы их используем для, собственно, передачи данных между процессами. Давайте мы сейчас сделаем вот этот вот простейший ping-pong с помощью пайпов. Отец породит двух сыновей, и они друг с другом бесконечно будут взаимодействовать, пересылая друг другу ping-pong. Так, здесь мы не будем запускать никаких сыновей, пока все это будет, точнее, никаких внешних программ запускать не будем, пока это все будет располагаться в рамках одного файла. То есть просто форки. У нас здесь получается два канала передачи данных. От первого процесса второму и от второго процесса первого. И поэтому нам здесь потребуется два пайпа. Одного пайпа нам здесь будет недостаточно, потому что, ну, давайте попробуем. Например, я сделаю P1.2. P1.0.1. 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 Запускаю первого сына. Запускаю второго сына. И какая-нибудь work-функция будет, которой я передам серийник запущенного сына. Например, файловый дескриптор, из которого нужно считать. P0.1.0.0. И файловый дескриптор, в который нужно записать. P0.1.0.1. И второй сын. Work-1.0.1.0.0.1.0.1. П1.0.1.0.1. P1.1.1. Пока давайте посмотрим, что будет, если у нас будет, ну, один пайп. На всякий случай, exit добавлю. И в отце, хотя у меня здесь пока никаких условий завершения сыновей нет, но на всякий случай тоже в отце добавлю ожидание завершения сыновей. Сыновья. В бесконечном цикле каждый из сыновей, соответственно, он считывает readRFD из считывающего файлового дескриптора. Допустим, выводит printf %d свой серийник и считанные значения и записывает vft x предварительно увеличив его на единицу. Так. Ну, можно попробовать скомпилировать. ничего не происходит. Ну, понятно, почему ничего не происходит. У нас здесь оба процесса сына начинают свою работу с чтения. вообще говоря, из пустого пайпа. И данные в этом пайпе просто так не появятся. Поэтому, чтобы толкнуть вот этот вот процесс, нам нужно какие-то начальные данные в этот пайп записать. Поэтому давайте сделаем, чтобы начальную порцию данных, ну, скажем, записал отец. Продолжение следует... И вот посмотрим, что происходит. Видно, что очереди никакой нет. Что вот какое-то время работает сын номер 0, работает сын номер 1, потом сын номер 0, потом снова сын номер 1 и так далее. При этом как-то они могут порциями разного размера записывать, то есть все здесь как-то оно ведет себя, как обычно у нас происходит с параллельно работающими процессами, непонятно как. И понятно почему. Хотя у нас пайп одноправленный, одноправленные средства передачи данных, в принципе, когда данные записываются в пайп, там нет никакой пометки, какой процесс эти данные записал. И при чтении данных из пайпа тоже нет никакого ограничения, чтобы там процесс считывал данные только от других процессов. Процесс при чтении из пайпа просто считывает те данные, которые в пайпе есть. При этом эти же данные он же сам мог и записать. Поэтому у нас здесь что происходит? У нас здесь вот в этом цикле пока не исчерпан квант времени одного из процессов, он сам записывает и сам считывает. То есть он вообще говоря общается здесь сам с собой по этому пайпу. Поэтому получается, что понятно, что для передачи в оба конца нам совершенно недостаточно будет одного пайпа. У нас нет никакого разделения доступа процессов к пайпу. Любой процесс может записывать, любой процесс может считывать. Ну и вообще говоря, тут у нас на самом деле классический raise condition тут у нас возникает. Считать из пайпа может любой процесс. И первый, и нулевой. Какой-то из них, кому повезет, тот и считает. Рано или поздно, вот вы видите, что рано или поздно все-таки из пайпа считают первый процесс, а не нулевой. И происходит как бы передача управления. Дальше они тоже как-то там считают, но тут нет никакой гарантии, как это все будет работать. Ну, например, если я вот это вот сейчас запущу и сделаю следующую операцию. Я, например, понижу приоритет второго процесса. Renise 20. Приоритет процесса 918 понижен до минимального. И теперь видно, что почти все время работает собственно процесс номер 0, но все-таки иногда успевает проработать и процесс набрать. То есть такое вот здесь совершенно недетерминированное исполнение параллельно работающих процессов. Поэтому одного пайпа нам не нужно. Не хватит. И давайте, естественно, добавим сюда второй пайп. P01 это пайп от направления к нулевому, к первому. P10 это пайп в направлении от первого к нулевому. Первый сын, он будет читать, получается, из этого пайпа, а записывать в этот пайп. И второй сын будет читать правильно из этого пайпа, а записывать в этот пайп. Ну и родители, ну, наверное, давайте, чтобы первый сын начал работу, мы запишем вот в этот пайп. И вот теперь они работают строго-последовательно. Каждый раз получается, ну, меняются очередностью. Сначала работает первый процесс, потом нулевой процесс, потом первый, потом и так далее, и так далее, и так далее. Что будет, если я вот здесь вот перенаправлю какой-то файл? Ну и смотрите, в случае, когда я вывод моих процессов, мой sdout перенаправил в файл, я получил сразу же какое-то совсем другое поведение, чем то, которое у меня было при выводе на терминал. Еще раз напоминаю, что в случае с файлами и терминалами у нас по умолчанию различные политики буферизации. При записи в обычный регулярный файл у нас включается полная буферизация. При записи на терминал у нас буферизация построчная. То есть вот этот вот вывод символа backslash n это неявный вывод символа перевода строки и флаж буфера. Когда запись идет в файл, даже если он перенаправлен в sdout, то backslash n не имеет специального значения никакого и запись добавляет в буфер до полного заполнения буфера, то есть до полного заполнения 4-х килобайтного буфера в памяти работающего процесса. Поэтому еще раз напоминаю, не забывайте здесь в этих ситуациях сделать флаж от sdout. Тут все уже будет корректно, как бы у нас мы не меняли тот файловый дескриптор, в который происходит запись. Еще один момент важный, который нужно подчеркнуть даже вот на этом простом примере. Что будет, если я printf, операцию printf вынесу из условно говоря некоторой пары системных вызовов read и write. Давайте вот мы сделаем вот такой вот пример. Вроде бы у нас все хорошо. но вдруг изредка возникают вот такие вот аномалии. Здесь у меня два раза процесс номер 0 вывел, после чего вывел два раза процесс номер 1. Видно, что у нас все равно числа-то правильные, последовательности 9 и 11. И здесь число правильно 10 и 11, но порядок вывода нарушился. И здесь мы имеем дело уже с другим race condition. Что нужно понимать? На самом деле вот в этом фрагменте кода, точнее вот в этом фрагменте кода оба сына, нулевой и первый, они по сути работают с разделяемым ресурсом. И где разделяемый ресурс, это стандартный поток вывода, стандарт поток вывода, ну, либо терминал, либо вот в том случае это был файл. И получается, что они одновременно, вот в случае printf, одновременно пытаются работать с разделяемым ресурсом. И в этой ситуации, как видно из этого примера, при одновременной работе двух процессов с разделяемым ресурсом возникает как раз race condition, что относительный порядок записи процессов здесь оказывается сломанным. И вот эта вот пара операций read и write, помимо очевидной синхронизации чтения и записи, то есть помимо упорядочения работы процессов, процесса 0 и процесса 1, на самом деле здесь играет еще одну важную роль. Пара read и write у нас здесь выполняет функцию ограничителей критической секции, где критическая секция называется фрагмент кода, который работает с разделяемым ресурсом, в нашем случае разделяемый ресурс это вот этот printf, и который это работа с разделяемым ресурсом внутри критической секции должна гарантированно исполняться только в одном процессе, то есть другие процессы не должны входить в критическую секцию, пока в ней находится хотя бы один процесс. То есть системные вызовы read и write у нас помимо очевидного еще чтения данных и записи результата передачи очередности хода следующему процессу, они выполняют роль ограничителя критической секции. И поэтому здесь все важно, здесь важен порядок, в котором они расположены, printf обязательно должен находиться внутри критической секции, внутри read и write, и важно, что у нас не забывать f-flash, чтобы буфер сохранялся немедленно после того, как сформируется выходная атака. Вот некоторые нюансы функционирования параллельных процессов. У нас возникло понятие критической секции и работа с разделяемым ресурсом внутри критической секции, которые мы дальше будем развивать во всех других наших рассмотрениях инструментов взаимодействия параллельных программ. Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, 10 минут, я сейчас отключу sharing, и если у вас ко мне появились вопросы, вы можете мне их задать. Если вопросов нет, то небольшой перерыв. вопросов тогда пока нет, но если вопросы появятся, еще раз напоминаю, что вы можете прервать в любой момент времени, нажимайте на кнопку поднять руку и задавайте вопрос, наверное, вопрос лучше голосом задавать, поскольку когда у меня включен sharing экрана, мне не очень удобно читать чат. Все, давайте небольшой перерыв примерно на 10 минут до 10-30. Итак, поступил вопрос, что такое критическая секция? Как я уже сказал, критическая секция это некоторый фрагмент кода, обычно ограниченный какими-то специальными конструкциями, либо синтаксическими конструкциями языка, либо какими-то специальными вызовами, который необходим для обеспечения корректности программы. То есть, давайте на этом примере, который мы с вами рассматривали. Перейдем к примеру программы. Вот у меня здесь некоторый есть фрагмент кода. он ограничен в моем случае парой системных вызовов read и write. Вообще говоря, там может быть в случае mutix кого-нибудь log-unlog, много разных вариантов есть. В случае C++ это может быть неявный деструктор и так далее. И вот этот фрагмент кода, расположенный в критической секции, он должен выполняться строго в одном процессе или в одной нити, то есть в одной параллельно исполняющейся сущности для обеспечения корректной работы программы. Вот здесь если мы выносим вот этот printf за пределы критической секции, то есть снимаем ограничение то, что printf не должен выполняться параллельно в двух процессах одновременно, то у нас сразу же нарушается нормальная работа программы, как было в примере. У нас собственно получается, что может два раза выводиться 0, или может быть два раза выводиться 1. еще раз повторю, критическая секция это во-первых некоторый фрагмент вашей программы, это фрагмент кода, во-вторых он должен быть чем-то ограничен некоторой специальной конструкцией входа в критическую секцию и выхода из критической секции. И код внутри критической секции должен выполняться только в одном процессе, то есть другие процессы не должны иметь возможности войти в критическую секцию, если в ней уже находится какой-нибудь один процесс. Иначе корректная работа всей параллельно работающей программы гарантировать невозможно. Мы с вами много раз будем возвращаться к понятию критической секции и будем рассматривать разные варианты критической секции, но это пока первый подход к этому. Понятно ли я сказал или какая-то вещь остается непонятной? пайпы. Окей. Ну, тогда мы с вами рассмотрели собственно пайпы. К FIFO и сокетам мы вернемся чуть позже, а сейчас давайте как раз рассмотрим вот тот механизм, который у нас на самом деле уже возникал, когда мы сталкивались с пайпами и уже возникал раньше, это механизм сигналов. Теоретически, что такое сигнал? Сигналы это на самом деле некоторая программная абстракция прерываний. Я уже пытался рассказать о прерываниях, для чего они нужны и когда они возникают. И в каком-то смысле сигналы это то же самое, что прерывание, только перенесенное с низкоуровневого уровня, с уровня обслуживания аппаратуры, с уровня операционной системы, на уровень уже процессов, работающих под управлением ядра операционной системы, и соответственно не оборудование, а уже той абстракции, которая ядро операционной системы предоставляет собственно исполняющимся процессам. Сигналы используются в Unix сигналы используются достаточно широко и в самых разных смыслах. Изначально сигналы задуманы как средство асинхронного взаимодействия процессов и процессов друг с другом, либо ядра операционной системы с процессами. Здесь возникает слово асинхронный, то есть например, если у нас пайп является синхронным по умолчанию, то есть у нас системный вызов RIT например, блокирует выполнение программы пока не появятся данные в пайпе, и как только данные в пайпе появляются, процесс продолжает работу, то сигналы это асинхронные взаимодействия. Какая отличительная черта асинхронного взаимодействия по сравнению с синхронным? Если в синхронном, когда у нас происходит операция синхронная, мы четко знаем состояние, в котором находится наша программа. То есть мы знаем, что единственный способ считать данные из пайпа это выполнить системный вызов RIT. Соответственно, мы выполняем системный вызов RIT, и мы понимаем, что в момент системного вызова RIT, чисто даже контекстуально, мы видим, в программе написано RIT, это значит, что до этого выполнился код, который был до RIT, и не выполнился код, который будет расположен после RIT. То есть мы примерно понимаем, в какой точке программы мы находимся. Для асинхронного взаимодействия это не так. Асинхронные, в частности, сигналы могут поступить в процесс в любой момент времени. Например, в середине выполнения принт-ф, в середине молока, либо когда процесс ждет, либо когда он выполняет вычисление. И в момент прихода вот этого сигнала, в общем-то, обработчик нашего асинхронного события, обработчик сигнала, толком не знает, он может узнать, да, но для этого нужно усилить это принять, в каком состоянии находится работающий наш процесс. Находится ли он внутри принт-ф, либо молока, либо он нас ждет специально. Это все, в общем-то, непонятно. Асинхронность, она и означает, что вот это вот событие может возникнуть в любой момент времени, когда, условно говоря, никто к этому не готов. Сигналы, они могут посылаться по-всякому. Например, один процесс посылает сигналы другому процессу. И с этим мы с вами уже сталкивались много раз, когда, например, нам нужно убить какой-то работающий процесс. Я напишу в консоли, я пишу команду kill, указываю какой-то PID и отправляю сигнал этому процессу. Это, по сути, посылка сигнала от одного процесса к другому. То есть, bash, который у меня интерпретирует командную строку, вызывает системный вызов kill, и как процесс отправляет сигнал другому процессу, PID которого я здесь указал. Это первый пример, собственно, отправка сигнала от процесса к процессу. Второе возможность, когда у нас возникают сигналы, это когда ядро операционной системы отправляет сигнал, сообщая процессу о том, что в окружении процесса что-то произошло. Что здесь может быть? Например, если у процесса завершился его какой-то сын, то ядро отправляет этому процессу сигнал в sick child, уведомляя процесс о том, что какой-то из его сыновей завершился. или, например, когда у процесса истекает таймер, ядро операционной системы отправляет процессу сигнал siglarm, уведомляя процесс о том, что у процесса истек таймер, который он установил. Или, например, в случае, когда отключается терминал, в рамках которого был запущен процесс, ядро операционной системы отправляет процессу сигнал сигхаб для того, чтобы уведомить процесс, что у него больше нет терминала. И так далее. Это второй случай, когда у нас возникают сигналы, для чего они нужны. Третий случай с сигналами, это когда ядро операционной системы отправляет сигнал в ответ на некорректные действия самого процесса. Например, если вы пытаетесь, например, выполнить операцию деления на ноль, целочисленного деления на ноль, то ядро при попытке выполнения соответствующей инструкции процесса, там, диф или идиф, отправляет вашему процессу сигнал сикфп. Или, если вы попытаетесь обратиться к, так или иначе, неотмэпленной и некорректной области памяти, ядро отправляет вашему процессу сигнал сиксегов. Или, если вы неправильно работаете, если у вас, например, есть файл, отображенный в память, и что-то произошло внутри этого файла, например, его размер уменьшился, а размер отображения у вас не изменился, ядро отправляет вашему процессу сигнал сикбаз и так далее. Вот эта третья категория сигналов, ну, они очень часто и справедливо рассматриваются как какие-то программные ошибки. Сиксегов, сегментейшн фолк или там division by zero. В этом случае по умолчанию естественно, что процесс завершает свою работу и при этом мы получаем дамп памяти core dump, который мы можем потом с помощью отладчика исследовать. И, наконец, четвертый случай, когда у нас возникают сигналы, это когда процесс может отправить сигнал сам себе. В частности, библиотечная функция abort, она просто отправляет сигнал сегаборт, процесс отправляет сигнал сам себе и совершенно, соответственно, получает сигнал сегаборт сам и, как правило, сразу же завершается. Хотя сами по себе сигналы, они рассматриваются как средство асинхронного взаимодействия процессов, в зависимости от того, кто кому отправил сигнал, они могут быть асинхронными. Вот в этих четырех ситуациях ситуация процесс-процессу и ситуация ядро процессу для индикации внешних событий это асинхронная отправка, то есть исполняющийся процесс может их получить в любое время. А ядро процесса как реакция на ошибку или процесс сам себе это асинхронная отправка. В этом случае, например, в случае некорректной операции сигнал будет отправлен и получен процессом сразу же при выполнении этой операции, а не когда-то там позже. Или если процесс отправляет сигнал сам себе, сигнал будет получен еще до того, как завершится системный вызов kill, ну или race, с помощью которого процесс отправляет сигнал сам себе. И, соответственно, если сигнал асинхронный, то в целом мы не знаем в какой момент он поступит в процесс и из этого мы должны исходить, когда мы реализуем его обработчик. Сигналов очень много. Вот мы можем получить список всех сигналов с помощью команды shell kill минус l. у нас здесь как видно их 64 штуки, из которых сигналы с номерами меньше, чем 32. Они имеют индивидуальные имена и, как правило, имеют какое-то, каждый из этих сигналов имеет какое-то специальное назначение. Сигналы с номерами больше, чем 32, ну вот конкретно в линуксе с номерами от 34 они называются в общем, эта группа сигналов называется сигналы реального времени. Непонятно, почему реального времени, потому что к реальному времени они отношения не имеют. И у них нет каких-то индивидуальных имен и нет какого-то индивидуального назначения, они могут использоваться просто как в целом для межпроцессного взаимодействия. Каждый из сигналов с номерами меньше, чем 32, они вот у них разные имена и ядро или процесс посылает их другому процессу в достаточно специфичных случаях. Вот здесь некоторые стандартные сигналы перечислены. Например, сигнал Segend, его номер 2 в ринуксе, он отправляется ядром операционной системы всей группе процессов, выполняющихся на терминале, тогда, когда мы на терминале нажимаем Ctrl-C, ну то есть вот я запустил Cut, Ctrl-C, ядро операционной системы отправляет сигнал Segend вот этому процессу Cut. В принципе, это все настраивается, и здесь вот мы чуть попозже, когда будем, посмотрим на драйвер и нюансы работы с так называемым TTI-устройством, мы посмотрим, как все это можно менять, то есть вот можно и отключать особенную обработку Ctrl-C, либо перевешивать отправку сигнала Segend на любой другой комбинацией клавиш, но по умолчанию это Ctrl-C. Другой сигнал, например, Sequid из этой же группы, он отправляется процессом, который сейчас взаимодействует с терминалом, при нажатии комбинации клавиш Ctrl-Backspace. Отличие сигнала Segend от Sequid, что Sequid это так, скажем так, принудительное аварийное завершение процесса, который сейчас взаимодействует с терминалом. В этом случае, ну, видите, отличие, что у меня выводится CoreDump, то есть создается дамп памяти, который я потом могу исследовать с помощью оттанчика. SeqTerm это сигнал межпроцессного взаимодействия, который просит процесс завершить, завершиться. То есть когда я пишу Kill без указания конкретного сигнала, я, соответственно, ну, отправляю указанному процессу им на сигнал SeqTerm. Стандартная хорошая реакция на сигнал SeqTerm это аккуратно закрыть все ресурсы, которые сейчас открыты вот этим процессом и завершить. То есть SeqTerm такая, скажем так, вежливая просьба о завершении процесса. В противоволожность SeqTerm сигнал SeqTerm это принудительное завершение процесса. То есть если я отправляю сигнал SeqTerm, у него стандарт номер 9. И, по-моему, во всех операционных системах он имеет номер 9. Поэтому, когда вы пишете Kill минус 9 минус 1, вот эта суицидальная на самом деле команда, то вы отправляете сигнал с номером 9, сигнал SeqTerm всем процессам, к которым вы имеете право отправить сигнал. То есть я сейчас обычный пользователь здесь, то есть минус 1 означает все процессы, которые работают подо мной, с UserIt равным моему UserIt. Это суицидальная команда. сигнал SeqTerm имеет такую особенность, что его никак нельзя предотвратить, никак нельзя обрабатывать. То есть ядро операционной системы принудительно завершает процесс, к которому пришел сигнал SeqTerm, при этом процесс об этом даже не уведомляется. То есть вот он работал и перестал работать. Изнутри процесса нельзя понять то, что этот процесс сейчас будет убит по SeqTerm. Он работал, пришел SeqTerm, все, и не протокол. SeqTerm сигнал его точно так же нельзя предотвратить, но он здесь выполняет более мягкую функцию, он переводит процесс в состояние остановки. Вот если вы вспомните диаграмму наших процессов, сейчас я попробую ее открыть. У меня была возможность открыть. так. Так, это я. Вот жизненный цикл процесса. у нас здесь есть состояние приостановлен, в котором процесс не выполняется, он не готов к выполнению и не выполняется, но и не ожидает его до вывода. Приостановленность это такая принудительная остановка процесса. Все ресурсы, которые процесс себе захватил, они остаются за процессом, ну и с другой стороны он не выполняется. Соответственно принудительно перевести процесс из состояния выполнения в состояние приостановленности как раз можно с помощью отправки этому процессу сигнала сикстоп. Сигнал сикстоп тоже не обрабатываемый, то есть процесс никак не может понять, что он сейчас будет приостановлен. Вот он выполнялся, потом как кто-то внешний по отношению к этому процессу, ну и он сам себе тоже отправил этому процессу сигнал сикстоп, ядро обработало этот сигнал сикстоп, просто переведя процесс в режим приостановленности. Вот этот пара сигналов сиккил и сикстоп, ее нельзя не заблокировать, не игнорировать, не обрабатывать. И этим, вот эта пара сигналов сиккил и сикстоп, она особенная. Все прочие сигналы там у нас достаточно гибко, мы можем их блокировать, можем их игнорировать, можем их произвольного разум обрабатывать, но сиккил и сикстоп здесь уделяются. Что еще у нас здесь есть? Вот про сигнал сикхаб я уже говорил, сигнал сикхаб отправляется процессом, если процесс потерял свой терминал, то есть допустим, я зашел по SSH на сервер, так или иначе коннект оборвался, и процесс остался без терминала. В этом случае процесс получает сигхаб, ну, чтобы он завершился, допустим, процессу нет смысла работать, если стандартный ввод и стандартный вывод отвалились. Сигаларм таймеры, сигчайлд отправляется родителю, если не в какой-то высоте он завершился, по умолчанию сигчайлда редко ловится, и по умолчанию он игнорируется, но если вы хотите, вы можете добавлять обработчик сигчайлда, и таким образом с помощью сигналов понимать, когда у вас завершился процесс. Сигналы, сигнализирующие об ошибке. Сигнал, например, это попытка исполнения последовательности байт, не являющихся валидным кодом для процессора на архитюре. Сигфпе целочисленное деление на ноль, сексег в ошибке доступа в памяти, сигпайп, запись канала закрыта на чтение, то, что мы с вами только что рассматривали. Сигпайп, в отличие от вот этой группы из трех сигналов, не вызывает дамп памяти. То есть процесс просто завершается и все. Сигаборд уже сказал, процесс посылает сам себе, когда вызывается функция аборд, ну или там все ее разновидности, там C++, какой-нибудь unexpected или там terminate, все это в конечном итоге приводит к вызову функции аборд и отправке сигнала сигаборд самому себе. В целом, на самом деле, хотя вот эти сигналы с номерами меньше, чем 32, они, видите, все имеют индивидуальные имена и индивидуальное назначение, но ничто не мешает отправлять любой сигнал от одного процесса к любому другому процессу. То есть, например, вы можете отправить сигнал SIG FPE, просто отправить kill минус 8 и здесь указав PID процесса, сейчас мы как раз посмотрим, как это вообще выглядит. То есть, ограничение, несмотря на то, что нормальная семантика сигнала SIG FPE, это сигнализировать процессу о том, что у него случился floating point error, то есть, деление на 0, нет ограничения на то, что другой процесс не может отправить сигнал. Это общий механизм, вы можете отправить любой сигнал любому процессу, которому вы имеете право отправить. сигнал. Поэтому любой сигнал будет асинхронным, если он отправлен к другому процессу. И опять-таки, если вы любой из этих сигналов отправляете сами себе, он будет синхронным, то есть, обработка этого сигнала произойдет еще до того, как завершится соответствующий системный вызов kill, с помощью которого вы отправляете сигнал. Есть два простых способа обработки сигнала. Это стандартный реакционный сигнал, то есть, то, что мы имеем как бы по умолчанию. Для большинства сигналов стандартная обработка сигнала заключается в завершении процесса. Есть несколько исключений, например, sick child и sick stop, которые работают чуть-чуть по-другому, но в целом это завершение процесса. И при этом некоторая часть из сигналов завершающих процессов еще вызывают запись там по памяти сиг-сег, сиг-аборд, сиг-ф-п-е, сиг-ил, вот эти все сигналы, которые, в общем-то, предназначены для сигнализации об ошибках исполненных процессов. Второй способ обработки сигнала это игнорирование сигнала. Мы можем игнорировать любой сигнал, кроме sick stop или sick kill. sick stop и sick kill генерировать нельзя, они всегда обрабатываются по умолчанию и завершают процесс, либо приостановляют его работу. И третий способ обработки сигнала это назначение некоторых пользователей функций, которые будет вызваны в тот момент, когда нам поступит сигнал. Вот давайте как раз рассмотрим примеры с пользовательской обработкой сигнала. Точно так же у нас есть исключение sick kill и sick stop, которые нельзя обрабатывать, все остальные сигналы обрабатывать можно. Ну давайте собственно напишем программу обрабатывающий сигнал. Все, что связано с сигналами находится в заголовочном файле signal.h и ну давайте я напишу простенькую программу bar1 int a b c scanf %d %d a b c a поделить на b printf %d c В бесконечном цикле мы собственно вычисляем деление так компилируем запускаем собственно деление происходит ну и пытаемся делить на 0 происходит при попытке выполнения машинной инструкции деления на 0 мы получаем сигнал sigfpe который по умолчению завершает нашу программу и собственно уже bash нам печатает сигнал floating point exception то есть bash использует wait чтобы для получения статуса завершения процесса определяет что процесс завершился из-за сигнала из-за сигнала sigfpe и об этом собственно bash нам выводит сообщение можем под отладчиком запуститься работа под отладчиком имеет естественно отличие от работы в нормальном режиме в случае если процесс получает сигнал в частности sigfpe здесь в первую очередь об этом будет уведомляться отладчик и ну программа приостанавливает свое нормальное выполнение и отладчик перехватывает управление программой и собственно мы видим где у меня это все произошло тоже видно что пришел сигнал sigfpe он пришел вот в этой точке моей программы понятно здесь все теперь давайте добавлять разнообразные обработки сигналов да и вот я запустил программу sig1 вот что-то происходит она считает и я на самом деле любой сигнал в частности вот этот же тот же самый sigfpe могу отправить со стороны пид моего процесса вот такой 29422 kill минус fpe 29422 ну вот видно да что я отправил процессу сигнал sigfpe и вот он пришел в процесс и как бы вот он произошло то же самое с точки зрения процесса что и произошло в случае операции деления на 0 только вот в этом втором случае по сути процесс получил сигнал не сам от себя а со стороны то есть ограничений на таких вот на отправку сигнала у нас ну что мы можем сделать давайте допустим я сделаю игнорированный сигнал sig igan и igfpe а наоборот sig fpe sig igan посмотрим как это у меня будет работать а давайте еще заодно посмотрим что такое у меня ctrl c вот sig1 я запускаю ctrl c программа завершилась вот программа received signal sig interrupt давайте я добавлю сюда игнорирование еще игнорирование sig int sig запускаю нажимаю ctrl c и ничего не происходит то есть теперь сигнал sig он даже не поступает в мой выполняющийся процесс поскольку я установил игнорирование сигнала то все я могу сколько угодно отправлять ему сигнал sig int никакого воздействия на выполняющийся процесс это не приведет точно так же я могу sig int отправлять из другого процесса kill минус int 29 587 вообще тоже ничего не произойдет вот вот эта строчка на самом деле выводится драйвером терминала то есть ни баш ни сам процесс к выводу этой строчки отношения не имеет это просто драйвер терминала нас уведомляет о том что как-то вот была нажата комбинация клавиш ctrl c и эта комбинация клавиш будет отправлена в работающий процесс поэтому видите я отправляю сигнал сигнт со стороны и ничего не происходит собственно я могу отправить сигнал сигтерм и вот сейчас процесс завершен запустим еще раз и вот я 734 29 734 ничего не происходит точно так же я отправляю сигнал сигфпе и тоже ничего не происходит программа как работала так продолжает сигнал просто игнорируется однако сигнал группа сигналов которые возникают отправляются ядром операционной системы процессу как реакция на неправильную работу программы она имеет такую особенность предположим что я все-таки выполнил деление деление 0 видите да что при попытке выполнения деления на 0 вот мое игнорирование сигнала которое я здесь установил с помощью сигнг и которое работало вот в этой ситуации когда я отправлял процесс я отправлял другому процессу сигфпе и ничего не происходило оно не работает когда сигнал сигфпе сигфпе вот эти все сигналы генерируются ядром операционной системы как реакция на неправильную работу в своей программе вот здесь сигнал сигфпе просто обработан так как если бы он обрабатывался по умолчанию вот пример игнорирования теперь давайте модифицируем этот пример а еще полезную информацию о том как сейчас обрабатываются сигналы в работающей программе можно как обычно получить с помощью файловой системы проц здесь есть группа вот таких вот строк начинающихся с сиг которые как раз мне показывают разные флаги того как у меня обрабатываются те или иные сигналы в частности вот здесь вот строка сигигн здесь закодировано 64-битное число в хексе то есть 64-битное нотация 64-бита и биты установленные в единичку они как раз отвечают за те сигналы которые сейчас в моем исполняющемся процессе установлены на игнорирование то есть сигналы нумеруются с единицей младший бит соответственно будет здесь единичка бит 2 это сигнал номер 2 это как раз у меня будет сигнал сигн бит 8 это получается сигнал 8 как раз это будет сигнал сигл в пе то есть вот сюда вот здесь я могу понять те сигналы которые в данный момент моей программой игнорируются ну давайте добавим в нашу программу еще например обработчики давайте мы скажем добавим игнорирование сиг сек 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 относится к той же самой группе сигналов что и сек в пе то есть игнорируйте его можно но только тогда будет игнорироваться в так скажите пожалуйста в каком момент я прервался или не как да а все отлично то есть дисконект произошел давайте продолжим дальше можно игнорировать но бессмысленно все равно если у вас ошибка работы с памятью произошла вы получите работу по умолчанию давайте я заигнорю сиг и скажем ну скажем сек и добавлю обработчики уже свои сигнал например на стиг в пе и сиг как-то так два сигнала игнорируются два сигнала обрабатываются обрабочих сигналов мы сейчас самых простых начнем потом чуть-чуть углубим эту систему обрабочих сигналов ничего не возвращает и принимает номер сигнала fpe handler номер сигнала я в принципе могу несколько сигналов обрабатывать одним и тем же обработчиком и как раз с помощью параметра передаваемого в обработчик сигнала могу определить какой сигнал мне собственно и пришел давайте я пока просто сделаю printf fpe сделать здесь printf запустили что-то так вот у меня делится ctrl c нажимаю и видите что теперь управление было передано моей функции int handler на ctrl c и она собственно вывела строку после этого все равно нормальная работа моей программы продолжилась и все продолжает работать если я отправлю сигнал сигов п e пришел сигнал cgfpe извне пришел сигнал int извне все продолжает работать моя программа продолжает находиться вот в этом цикле но если я поделю на ноль путь какой-то не совсем ожидаемый результат то есть моя программа зациклилась ctrl c не обрабатывается я ctrl backslash могу нажать ctrl backslash и это тоже особенность сигналов которые генерируются при некорректной работе программы если помните когда мы обсуждали те же самые инструкции процессора и прерывания которые возникают в случае некорректных инструкций процессора там например то же самое page fold генерирующиеся в случае некорректного обращения памяти в инструкции процессора то в них в отличие от обычных прерываний при обработке прерывания некорректной инструкции процессора запоминается адрес некорректной инструкции не следующий за ней за этой инструкцией адрес а самой этой вот инструкции которая сработала некорректно и здесь происходит то же самое то есть здесь когда у меня срабатывает сигнал СИГФПЕ из-за деления на 0, в качестве точки возврата запоминается сама та же самая инструкция деления. Не инструкция следующая за инструкцией деления, а сама инструкция деления. Поэтому, если я завершаю обработчик моего сигнала СИГФПЕ, то выполнение возвращается опять-таки в основную программу, вот сюда возвращается, снова к инструкции деления, я снова делю, снова получаю исключение деления на 0, снова попадаю в обработчик сигнала, и получается я зацикливаюсь между делением на 0 и, собственно, обработкой вызовом ФПЕ хендер. Такое поведение справедливо для флоттинг-поинт террора, инвалид инстракшн, сегментейшн-фолд и так далее. То есть, если я обрабатываю ФПЕ, то мне бессмысленно просто так возвращаться из обработчика сигнала. Мне нужно попытаться что-то там сделать, ну, например, я не знаю, проанализировать инструкцию, может быть, очистить какие-то флаги, но это все уже более продвинутые вещи, мы их пока оставим в стороне, и если там время нас позволит, то, возможно, к этому вернемся. Пока просто я хочу здесь подчеркнуть, что в случае обработки сигналов типа ФПЕ, сигментейшн-фолд, инвалид инстракшн, они приходят в точке неверной инструкции, и программа остается в точке неверной. Так. Ну, а вот, в общем-то, вот как раз у меня две случаи инта, такой простой пример, когда я перехватываю обработчик, устанавливаю обработчик для сигмент, и, собственно, моя программа получает управление в случае, когда пришел сигнал сигмент. Отправить сигнал можно с помощью системного вызова KILL, аналог шелловской команды KILL, первый аргумент системного вызова KILL это идентификатор процесса, точнее, это некоторое целое число, которое либо идентификатор процесса, либо идентификатор группы процесса. При PID большем нуля, то это означает отправка сигнала к конкретному указанному процессу, PID которого мы указали. При PID меньшем минус единицы, то это отправка сигнала к конкретной группе процессов по абсолютному значению номер группы, которую мы указали в PID. При PID равному нулю это посылка всем процессам текущей группы, то есть той группы, к которой относится текущий процесс. И PID равный минус единице, это вот, я об этом уже говорил, это отправка сигнала всем процессам, до которых мы можем дотянуться, то есть всем процессам, к которым наш текущий процесс имеет право отправить сигнал. То есть если мы работаем рутом, если процесс root, то PID минус один, это вообще все процессы в системе. И, соответственно, убьет вообще все процессы в системе. Если я работаю обычным пользователем, то минус один – это все процессы, которые работают из-под моего пользователя. Такая суицидальная команда PID минус один, которую нужно использовать в таком совсем уж крайнем случае, когда ничего другое не помогает. Возвращаясь к нашему примеру, вот наша программа запущена, и тогда статус. У меня теперь, смотрите, что у меня изменилось в моем статусе. У меня IGN, то есть множество заблокированных сигналов, теперь содержит вот эти вот два моих сигнала, SIGSEG и SIGTERM. Если мы посмотрим их номера, то как раз мы получим вот такую шестеричную маску. А обрабатываемые сигналы SIGCODE, для тех, которых я установил свой обработчик, как они как раз теперь равны 82. Это сигнал SIGFPE и сигнал SIGET. Таким образом, SIGCODE – это множество сигналов, обработчик которых я установил в мою пользовательскую функцию. SIGIGGEN – это множество сигналов, которые я игнорирую. Но вот что такое SIGBLOCKED и SIGPINDING, об этом мы сейчас как раз поговорим, когда рассмотрим способы доставки то, как сигнал, что называется, доставляется в работающий процесс. Так, был сообщение? Где сообщение? Скажите, там, какой у вас был вопрос голосом? Нет голоса. Итак, рассмотрим, как происходит процесс передачи сигнала от процесса отправителя или от ядра операционной системы к процессу получателя, в котором он там игнорируется или какие-то другие действия в нем происходят. Доставка сигнала. У каждого процесса есть некоторое специальное слово, маска, так называемая маска, это 64-битное значение, маска сигналов, ожидающих доставки. Вот эта вот маска сигналов, ожидающих доставки, это как раз и есть параметр PENDING, вот SHTENDING, который у меня здесь вот находится в слове состояния статуса моего процесса, файле статуса моего процесса. А здесь он равен нулю, это означает, что никакие сигналы доставки не ожидают. Соответственно, как происходит отправка сигналов? Системный вызов, в нашем случае KILL, в общем-то, мало чего делает, мы указали PID процесса и указали номер сигнала, соответственно, системный вызов KILL находит соответствующий процесс, проверяет, что процесс отправителя имеет право отправить сигнал процессу получателю, и в маску сигналов, ожидающих доставки, в бит, отвечающий за сигнал номер 5, прописывает флажок в единичку, то, что у процесса был отправлен сигнал с одним номером. Одновременно, например, какой-то другой процесс может отправить в наш процесс 1, 2, 3, 4 другой сигнал. Соответственно, системный вызов KILL находит процесс 1, 2, 3, 4, проверяет, что процесс 2000 имеет право отправить сигнал с номером 3 к процессу 1, 2, 3, 4, и если это так, устанавливает бит, соответствующий сигнал номер 3, то есть получается бит 0, 1, 2, второй бит, значение единичку. Одновременно с этим, например, процесс с PID 2009 может отправить тому же самому нашему процессу 1, 2, 3, 4, тот же самый сигнал 5, и тогда точно так же найдется при выполнении этого системного вызова будет найден процесс 1024, 1, 2, 3, 4, и в бит, отвечающий за сигнал 5, снова будет прописана единичка. Если здесь уже была единичка прописана, то есть, например, этот KILL выполнен со первым и прописал единичку сюда, этот KILL выполнен со вторым, единичка уже была здесь прописана, ну, она же останется, то есть бит 1, у него значение либо 0, либо 1, собственно, мы его здесь и установили. Если он был уже установлен, ну ладно, значит, он был уже установлен. Получается, что, по сути, на каждый сигнал в ядре операционной системы, точнее, в слове сигналов, ожидающихся доставки отводится 1 бит, и если, например, какой-то процесс отправляет сигнал так быстро, что другой процесс не успевает их обрабатывать, или несколько процессов отправляет один тот же сигнал, что накладывается по времени, значит, какие-то отправки сигналов у нас окажутся потерянными. из этих двух отправок сигналов потеряется какая-то одна отправка. Какая непонятна, может быть, первая, может, последняя, но процесс, который 1, 2, 3, 4, когда он, наконец, получит управление, когда начнет обрабатываться, начнут выполняться обрабатывающих сигналов 5, он сможет получить информацию о том, что был доставлен только один сигнал из двух, которые были актуально постаны. Какой из этих двух, непонятно, либо этот, либо этот, но только один. Соответственно, после того, как вот этот бит прописан в маску сигналов, ожидающих доставки, и этот сигнал не заблокирован, тогда процесс, который выполнялся, если он спал, то он пробуждается, переводится в состояние раннинг, и, соответственно, начнет претендовать на процессорное время. Если же он выполнялся, то нормальное выполнение его прервется на какой-то там, непонятно, на любой инструкции кода этого процесса, и управление будет передано в обработчик. Соответственно, работа функции kill завершается после того, как соответствующий бит установлен в единичку и вызван планировщик ядра операционной системы. Дальше уже планировщик ядра операционной системы проверяет, что процессу пришел сигнал, например, запускает процесс в точке, передавая ему собственно управление в точку входа в обработчик сигнал. В случае, если несколько сигналов, вот как в этой ситуации, нам поступили одновременно, то эти сигналы будут обрабатываться по очереди в каком-то порядке. Ну, разумно считать, что они будут обрабатываться в порядке увеличения его номера сигнала. То есть, сначала мы проверим, что у нас есть пенник с L1, его обработаем, потом пенник с L2, если он нам пришел, обработан потом 3, 4, 5, то есть, возможно, предполагать, что сигнал с номером 3 обработается раньше, чем сигнал с номером 5, если не пришли одновременно. Но тут, в общем-то, никаких гарантий никаких нет. Может быть, по-всякому ничего там конкретного сказать, скорее всего, мы не сможем. соответственно, если запускается обработчик соответствующего сигнала, то, естественно, что этот сигнал удаляется из множества сигналов, ожидающих доставки, сюда снова записывается нулевой бит. Ну, и сюда снова записывается нулевой бит. И в следующий раз, когда какие-то другие процессы или там само ведрооперационной системы или сам процесс снова отправит тот же самый сигнал, то снова здесь бит 0 поменяет на бит 1 и снова через какое-то время будет запущен обработчик сигнала, который у нас обрабатывает сигнал в нашем исполняющемся процессе. Если у нас сигнал обрабатывается по умолчанию, то вся обработка происходит в ядре. И пользовательский процесс в общем-то о том, что нам пришел сигнал, скорее всего, вообще никак не узнает. Если же обработка происходит в пользовательском процессе, то есть мы настроили обработчик сигнала с помощью, например, библиотечной функции сигнал, то тогда перед входом в обработчик сигналов происходит некоторая настройка стека. По умолчанию используется тот же самый стек, на котором выполняется основной процесс, но это, вообще говоря, настраиваемо, и вы можете указать, что для обработки какого-то конкретного сигнала нужно использовать альтернативный стек. В любом случае стек сначала настраивается, там нужно создать несколько фреймов служебных, потом вызывается, собственно, пользовательская функция обработчик, потом, собственно, после завершения функции обработчика стек уничтожается, и вот эти служебные стековые фреймы уничтожаются. Игнорирование сигнала работает чуть-чуть по-другому. Вот этот случай, который мы сейчас рассмотрели, выполняется в случае, если сигнал обрабатывается по умолчанию, сигнал обрабатывается пользователем с помощью обработчика, или сигнал блокируется с помощью соответствующего системного вызова. Сейчас об этом поговорим. В случае, если сигнал игнорируется, то маска сигналов, ожидающих доставки, даже и не модифицируется. То есть системный вызов kill первым делом проверяет, что сигнал с номером 3 игнорируется. Если это так, если у нас сигнал с номером 3 игнорируется, то на этом работа системного вызова kill заканчивается. Маска сигналов, ожидающих доставки, не изменяется. То есть игнорирование сигналов означает то, что они вообще вам даже, вы даже не узнаете, что они вам отправляются. Еще в системном вызове kill игнорируемые сигналы дальше не идут. Дальше до маски сигналов, ожидающих доставки, доходят только сигналы, блокируемые, обрабатываемые пользователем или обрабатываемые по умолчанию. И, как я уже сказал, поскольку за каждый сигнал в ядре операционной системы отвечает один вид, то и возможна ситуация, когда несколько отправок, несколько системных вызовов kill, выполненных почти одновременно, например, в разных процессах или в одном и том же процессе, приведут к тому, что обработчик сигнала будет вызван только один раз. Но, следствие, здесь очень простое, что, в общем-то, сигналы, поскольку они могут теряться, то нельзя считать, сколько раз они пришли. Если вы будете как-то функционирование программы закладываться на то, что вы подсчитываете количество раз, сколько вам пришел тот или иной сигнал, то это ненадежно, и это может не срабатывать, если сигналы будут приходить слишком часто. Ну, тем не менее, у нас будут простые учебные задачи, очень простые, где вам будет предложено посчитать количество приходов сигналов, но рассматривать их просто как учебные задания, не как что-то реальное, что нужно использовать в реальной жизни. Я здесь сказал несколько слов о блокировании сигнала. Что такое блокирование сигнала? Вот у нас есть множество сигналов, ожидающих доставки. И дополнительно к множеству сигналов, ожидающих доставки, у нас есть множество заблокированных сигналов. Блокировка это некоторый фильтр между множеством сигналов, ожидающих доставки, и множеством доставляемых сигналов. Если сигнал в данном времени заблокирован, то он будет находиться в множестве сигналов, ожидающих доставки, неограниченное время. Пока либо я не переключусь в его игнорирование, либо пока я его не разблокирую. То есть блокировка сигналов – это способ откладывания и обработки сигналов на чуть более позднее время, на потом. И в частности, тогда, когда запускается пользовательский обработчик, вот тот обработчик, который у нас, например, в нашем примере, FPE или INT, на время работы этого обработчика соответствующий сигнал, например, сигнт, блокируется. То есть он просто, ну, доставка его в процесс будет отложена. Как это можно увидеть? Ну, смотрите. Я могу сюда добавить какой-нибудь слип, если. Запускаю сигадинт и нажимаю Ctrl-C. 10 секунд сигнал будет блокирован. Видите, что вот на время, пока он заблокирован, снова обработчик сигнта не вызывается. Сейчас 10 секунд прошел, прошли. INT-хендлер завершил работу. Сигнал сигнт разблокировался. И сразу же, поскольку у нас есть сигнал сигнт в множестве сигналов ожидающей доставки, он сразу же, обработчик был перевызван. То есть вот, пока я нахожусь в обработчике, если мне придет сигнал сигнт, он добавится в множество пеннинг сигналов, но не будет мне немедленно доставки. Он останется в множестве пеннинг сигналов, пока он не будет разблокирован. Ну, давайте, например, сделаем так. Я здесь не слип напишу, а паузу. Запускаю сигадин. Ctrl-C нажимаю. И вообще, пауза, поскольку блокирует мой процесс на неограниченное время, пока не придет какой-то сигнал, который будет обрабатываться и не заблокирован, то тут вот мой процесс теперь навсегда здесь в этой паузе остался. Ну, точнее, не навсегда, пока никакой другой сигнал нет. Я могу посмотреть на состояние моего процесса. Итак, вот, что у меня отвечает за сигналы. Сиг-блок, обратите внимание, что сигынт как раз сюда добавлен был, и теперь у меня сигнал с номером 2, сигынт блокируется. Он добавлен в маску блокируемых сигналов. И пендинг, как раз в нем бит, отвечающий за сигнал сигынт, установлен. То есть у меня сигнал сигынт сейчас находится в множестве сигналов ожидаемой доставки, но он не может быть доставлен в процесс, поскольку он в данный момент времени у меня заблокирован. Так, собственно, итого за функционирование сигналов у меня отвечают вот эти вот 4 64-битных значения. Сиг-код – это те сигналы, множество сигналов, которые у меня обрабатываются. Сиг-игн – это множество сигналов, которые у меня игнорируются. Сиг-блок – это множество сигналов, которые у меня в текущий момент времени блокируются. И сиг-пендинг – это множество сигналов, которые у меня в текущий момент ожидают доставки. Самый простой способ установки и обработки сигналов – это библиотечные функции или системный вызов, там по-разному может быть, сигнал. Но, к сожалению, использовать его для установки поискового обработчика крайне не рекомендуется. Можно использовать системный вызов сигнал, если мне нужно игнорировать сигнал или вернуть обработку по умолчанию. Но если я хочу установить поисковый обработчик, то сигнал использовать не надо, поскольку сигнал, к сожалению, работает совершенно по-разному в зависимости от опции компилятора или от операционной системы. Например, давайте я сейчас уберу паузу, чтобы нам не мешало. Я запускаю сиг-1, Ctrl-C отправлен, все вроде работает, обработчик Ctrl-C вызывается много раз, все вроде хорошо. Но если я скомпилирую программу с опцией, например, минус-стд-си-одиннадцать, то неожиданно поведение моей программы изменится. Ну так-то она работает, а вот я нажал Ctrl-C, и вот. Нажал Ctrl-C первый раз, вроде бы все хорошо. Нажал Ctrl-C второй раз, моя программа почему-то завершится. И обратите внимание, Ctrl-C нажал, и почему-то у меня ноль вернулся здесь в результате деления. Что за непонятно, что это такое у меня происходит. Давайте я, допустим, сделаю так. Как будто у меня сканк завершился здесь вот. Ну давайте уточним, что у меня здесь реально произошло. Продолжение следует... И вдруг вот в предыдущей инкарнации, в предыдущей компиляции моей программы все было хорошо, я нажимаю и сигнал сколько раз только хочу, а вот тут вот все сломалось. У меня неожиданно скан начал мне возвращать ошибку, какой-то интерапт в системку. Проблема здесь в том, что вот конкретно системный вызов сигнал работает по-разному в разных операционных системах. А именно есть две ветки операционных систем. Есть ветка, называемая, условно говоря, System5. Это System5 и наследники. Собственно, System5 это самый, что ни на есть, настоящий Unix, который, собственно, и зародился в NTNT. И дальше развивался, он превратился в Solaris, там, в HPUX. Сейчас, наверное, прямых наследников вот этой вот оригинальной Unix версии, наверное, уже в широком доступе-то и не осталось. Но, тем не менее, одно время они были очень популярны. И другая ветка развития Unix, это так называемый BSD Unix. Он развивался вот в какой-то момент от оригинального Unix, который разрабатывался в Bell Labs, а взятился BSD Distribution. То есть Bell Labs распроял исходный текст операционной системы. И университет в Berkeley, Berkeley University, начал разрабатывать какую-то свою достаточно стильно модифицированную версию Unix. И она получила название BSD Unix. Тоже развивалась параллельно Bell Labs версии. И Linux, он формально не является ни тем, ни тем, поскольку это операционная система разрабатывается, ну, ядро операционной системы, которая разрабатывалась с нуля. Но во многом Linux тяготеет, на самом деле, к BSD, чем к System 5. Соответственно, вот есть два варианта обработки сигналов. Один, условно говоря, по версии System 5, другой, по версии BSD. И они отличаются тремя деталями. Во-первых, если мы говорим про System 5, то Linux, Unix System 5, когда обработчик был вызван, ядро операционной системы System 5 автоматически сбрасывает обработчик в обработку по умолчанию. Поэтому, если я хочу, чтобы у меня обработчик вызывался много раз, то есть, если мне не нужен однократный обработчик, получается, что мне необходимо каждый раз в обработчике сигнала его переустанавливать. А, ну, тут другое, конечно, не работает. То есть, добавить в строку системного вызова сигнал мой обработчик сигнал. Это System 5. В BSD этого делать не нужно. Вот как мы изначально видели, у нас там он, значение обработчика, сохранил. Вторая особенность. Мы видели, что в BSD и Linux на время работы обработчика сигнал блокируется. А в System 5 на время работы обработчика сигнал не блокируется. То есть, вот там тот пауз, который был в предыдущем примере, который приведен к тому, что сигнал, например, Segend, оставлялся в множестве блокируемых сигналов. В System 5 это работать не будет. Там просто обработчик сигнала перезапустится. Что, скорее всего, неправильно и чревато ошибкой. И третий вариант, в чем отличаются System 5 и BSD и Linux, это в реакции на пришедший сигнал со стороны основной программы. Вот, когда у нас была версия BSD при обработке сигналов, системный вызов SCANF вообще не замечал, что пришел и был обработан сигнал. Так, вот если я вернусь к вот этой компиляции. SCANF как работал, так и работает. Он не заметил, условно говоря, что за это время несколько раз был нам получен сигнал in int, сигинт, и он был обработан. Это BSD семантика. В System 5 семантике SCANF, а точнее системный вызов READ, который у нас выполняется внутри SCANF, уведомляется о том, что во время ожидания нам пришел сигнал с помощью специального кода ошибки e-inter. Вот код ошибки e-inter. Это означает, что системный вызов был прерван сигналом при ожидании вообще ввода. То есть данных не было. Процесс был заблокирован в ожидании данных. Пока процесс был заблокирован, пришел сигнал, и сигнал был обработан. И поэтому READ уведомляется о том, что был обработан сигнал с помощью передачи кода ошибки e-inter в результат системного вызова READ. То есть здесь нам придется сделать какую-то такую конструкцию. Прошу прощения. Re-start. Что-то такое получается у меня. То есть получается, что мне здесь явно получается, нужно для каждого системного вызова, который считывает данные или записывает данные, там READ, WRITE, ACCEPT, все это вот. Еще добавлять явную обработку на то, что этот системный вызов был прерван сигналом, и мне будет необходимо мой системный вызов пристартовать. И это все очень неудобно. Вы видите, что вот тут получаются какие-то ненужные, здесь вот ненужные, вот тут какой-то там кривой код какой-то появляется. Все из-за того, что системный вызов сигнал работает по-разному. Вот здесь вот, эта опция, минус STD C11, она в Linux, почему-то переключает обработку системного вызова сигнал из режима Linux в режим BSD, в режим System 5, то есть из BSD режима в System 5 режим. Мне не очень понятно, почему эта опция так работает, но она так работает. Поэтому в случае, если нам необходимо установить наш свой собственный обработчик, не нужно использовать системный вызов или библиотечную функцию сигнал. Нам нужно использовать чуть более сложный системный вызов, но который гарантированно будет работать по-одинаковому в разных версиях разных операционных систем. Поэтому давайте я сейчас перейду и перепишу этот фрагмент программы более универсальный. Я буду использовать вместо системного вызова сигнал, я буду использовать системный вызов сигэкшн. Он может быть выглядит более страшно, чем системный вызов сигнал. Там какие-то структуры тут у нас возникают. Но в принципе все это не настолько страшно, как может показаться. Давайте попробуем использовать сигэкшн. сигэкшн. Мы здесь по-прежнему указываем сигнал, который хотим обработать. Но теперь в качестве второго параметра нам нужно будет передать не просто сигнал, обработчик сигнал, а чуть более сложную структуру. И давайте я эту структуру здесь и передам. Ну, давайте я сначала запишу более разведку. поля мне нужно будет заполнить следующее. Поле SA HANDLER прописать мой обработчик HANDLER и в поле SA FLEX прописать желаемые мне флаги обработки сигналов. Конкретно сейчас мне потребуется флаг SA RESTART Вот так вот я структуру проинициализирую. SA НА Так, это будет SIG 3 SIG 3 Так, казалось бы оно даже вообще перестало комплинироваться, но тут этот обходится следующим образом. ну, давайте если я убираю эту опцию, то у меня все естественно компилируется и естественно работает так, как я хочу. В случае, если указываю C11, если я указываю семантику системфайл, системфайл. Мне здесь потребуется некоторая магическая фраза, чтобы включить поддержку собственно системного вызова сигэкшн. почему-то она по умолчанию не включена. Сейчас я хочу другой открыть. MAN 2 SIG Экшн. От меня требуется, чтобы версия вот зачем-то мне нужно вот это указать. Давайте я это укажу. Что там было? 1993.09.9. Так. Так. Уже появился собственно системный вызов SIG Экшн. но почему-то не появилась флага SA RESTART. Так. Сейчас. Где у меня флаг SA RESTART? Здесь к сожалению не написано какой мне нужно флаг установить при компиляции. Давайте мы сделаем следующим образом. Вот это видно, что это какая-то дата. Я здесь условно написал какую-то безумную дату в будущем. И вот оно все успешно скомпилировалось. Все необходимые константы и системные вызовы были подключены. Теперь запускаю. и понятно, что теперь у меня все работает так как надо так как ожидаемо. ScanF, точнее системный вызов read внутри не видит как что приходят сигналы. сигналы приходят обрабатываться. Мне не нужно переустанавливать обработчик, значение обработчика сохраняется и так. То есть вот этот набор флагов, который у меня здесь указан, это такая безд семантика обработки сигналов. То есть самая разумная, как я могу обрабатывать сигналы. Я включаю, устанавливаю здесь функцию обработки и устанавливаю флаг сари-старт. Мне непонятно почему, но вот почему-то нужно вот значение флагов по умолчанию это не то, не то. То есть это и не безд и не системфайв. Почему-то вот чтобы получить семантику безд мне нужно установить флаг сари-старт, а чтобы получить семантику системфайв мне нужно установить флаги one-shot и node-refer вот эти два флага. Ну не знаю почему как-то что-то не то не то получается. вот такая вот такой вот API. И я могу чуть-чуть упростить вид системного вызова Selection, если вот это определение структуры внесу сразу же в параметры моего собственно системного вызова Selection. То есть вот это более развернутая форма, это более краткая форма. С тем же эффект. Соответственно в дальнейшем в случае когда нам нужно установить пользовательский обработчик всегда используйте именно функцию Selection. Не пытайтесь использовать сигнал. Лучше использовать Selection и необходимые вам флаги обработки сигналов прописать в параметрах системного вызова Selection. Это переносимо, это правильный способ. Так. Соответственно вот есть некоторые детали обработки сигналов. У нас условно говоря есть системные вызовы, которые ожидают данных и системные вызовы, которые ожидают событий. Вот системные вызовы, которые ожидают данных это Read, Write или там например Open, если мы открываем FIFO, Accept, когда мы ждем подключения наших клиентов, Wait, когда мы ждем завершения сновей. Вот на системные вызовы обмена данными обработка сигналов приход сигналов с последующей обработкой влияет вот так, как я рассказал. То есть вот эти системные вызовы обмена данных приход и обработку сигналов не замечают, они продолжают ждать данных, поскольку основное назначение этих системных вызовов это все-таки получить какие-то данные и начать обработку данных. а с другой стороны есть набор системных вызовов вот sleep, pause, you sleep, nano sleep, six suspend, select, pre-select, depo, вот этот набор системных вызовов, основное назначение которых это ожидать прихода собственно события и события, в частности асинхронные события наших сигналов это как раз один из собственно тех событий, которые мы обычно этими системными вызовами и ожидаем. Вот для системных вызовов вот этой второй группы понятно, что приход сигнала означает завершение соответствующего системного вызова. То есть, например, если мы выполняем sleep на 10 секунд и в середине этого sleep нам пришел сигнал, то sleep завершается. Или там pause, если нам пришел сигнал, то pause завершается. То есть вот эти рестартуемые системные вызовы не работают для таких системных вызовов, которые ориентированы на ожидание сигнала. Sleep, nano-sleep, suspend, select, и так далее. Поэтому вот флаг, в частности сарестарт, как раз он действует только на системные вызовы вот из этой группы. сигналы ну и последнее, что нужно сказать про обработку сигналов, я так кратненько сейчас скажу. Вот наша программа, которую мы здесь писали, она вообще говоря некорректная. Потому что, ну что мы знаем о сигналах? Что сигналы могут приходить в любой момент времени. И это означает, что в частности сигналы может прийти, когда основная программа сама выполняет какой-нибудь принтеп. И нормальный выполненный принтеп будет прерван, и принтеп будет запущен еще раз, и стандартная библиотека вообще говоря может этого не пережить. То есть далеко не все функции стандартной библиотеки являются что называется асинхронно безопасными. И поэтому использовать асинхронно небезопасные функции из обработчиков сигналов нельзя. Большинство системных вызовов с небольшим ограничением являются асинхронно безопасными, но вот мало функций стандартной библиотеки, которые делают какую-то там ценную работу, являются асинхронно безопасными. В частности работа с динамической памятью не асинхронно безопасная, работа с потоками ввода-вывода не асинхронно безопасная. И получается, что в корректной программе нельзя использовать ни молоков, ни принтепов внутри обработчиков сигналов. Вот с этим давайте мы уже будем разбираться в следующий раз, когда продолжим уже продвинутую обработку сигналов с блокированием и разблокированием сигналов и с корректной асинхронно безопасной обработкой сигналов. Ну а на сегодня давайте закончим, собственно. Если есть вопросы, можете вопросы задавать. так, вопрос. Если сигнал придет во время обработки сигнала? Я ответил, что если сигнал придет во время обработки сигнала, то он будет помечен как пендинг и, собственно, обработчик сигнала скорее рестартует после того, как сам доработает. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, то давайте мы на сегодня заканчиваем. Материал сейчас, как только будет готов, я его выложу. Семинар у нас по расписанию 181 группы, ну давайте его где-то в 12-15 поставим, назначим. И все, спасибо за внимание, всем до свидания. Да, еще раз повторяю, что следующая неделя какая-то никакая, никто не понимает, что это за следующей неделе будет, но занятий на следующей неделе нет. Поэтому мы с вами возвращаемся уже к нашим лекциям и семинарским занятиям. Получается 10 апреля у нас будет следующая лекция и семинар у кого-то семинар опять. Спасибо за внимание, до свидания.